надо спешить могут выключить свет итак вернемся в осень 1920 года еще нет публикации в стрэнде явивший миру два снимка где запечатлены якобы настоящие фейри Конан Дойл отправился в Австралию с лекциями по спиритуализму и вот он получает от Гарднера письмо тот сообщает что посетив семейство Райт в Коттингли оставил девушкам для съемок фейри приличный фотоаппарат и Конан Дойл так ждал этого письма прежде чем поделиться им с читателями своей книги сэр Артур предваряет его словами мол теперь все сомнения отпали это все же подлинные снимки фейри но может быть еще одно объяснение дескать это материализованные плоды воображения с чем Дойл знаком по спиритическим фото что же пишет Гарднер Дойлу в Мелбурн дорогой Дойл привет и наилучшие пожелания прощаясь вы намекнули что хотели бы открыть мое письмо с величайшим интересом и вы не будете разочарованы теми чудесными событиями которые произошли я получил от Элси еще три негатива снятые пару дней назад мне нет нужды описывать их я прилагаю распечатки в отдельном конверте летающие фейри и фейрис бауэр можно перевести как пристанище фейри самое потрясающее что когда-либо мог видеть современный человек я получил эти пластины в пятницу утром и с тех пор хожу и напряженно думаю в небольшом письме Элси очень сожалеет что не может прислать больше снимков потому что плохая погода было ненормально холодно и Элси с Фрэнсис удалось выбраться в долину ручья лишь дважды примечание Фрэнсис теперь вернулось в Скарбуро по требованию школы все так просто и ясно я надеюсь смогу встретиться с ними в конце месяца пока же я отправился в Харроу и Снеллинг без колебаний заявил что эти три снимка столь же подлинны как и первые два добавив что в любом случае прибежище совершенно вне всякой возможности подделки далее Гарднер советует Дойлу продолжить чтение письма уже распечатав и рассматривая снимки давайте рассмотрим более внимательно и мы в переписке Гарднер передает слова Элси как было это снято дескать Фейри подпрыгивала и так происходило пять или шесть раз пока Элси успела зафиксировать это снимком Фрэнсис даже подумала что Фейри прыгнет ей на лицо поэтому отклонилась и голова вышла не четкой много лет спустя Фрэнсис поведает в своей автобиографии как девушки прикрепляли булавками для шляп вырезанные из плотной бумаги фигуры Фейри как Элси находила нужное расстояние и положение куда поставить фотоаппарат чтобы снять задуманное как надо но пока мест 1920 год осень и по крайней мере Конан Дойл всего этого не знает вроде бы не знает и Эдвард Гарднер они смотрят на снимки и удивляются но даже тогда они могли бы заметить однако не заметили одну странность по Гарднеру эта фотография сделана как утверждает Элси недавно то есть конец лета начало осени 1920 года оставляю этот снимок в углу экрана а вот снимок Фрэнсис как написано в книге Дойла в 1920 году здесь она в той же одежде с той же прической и даже с тем же бантом но кажется повторюсь кажется мне постарше чем на снимке с прыгающей Ферри вот на снимке 1917 года Фрэнсис опять же кажется мне большей подобной возрасту на снимке с прыгающей Ферри вот снимок вне серии Фрэнсис 1917 года а вот снимок с Элси и Фрэнсис точно 1920 года здесь Фрэнсис выглядит на свои 13 лет и здесь а вот как выглядели Элси и Фрэнсис в 1917 году вместе кажется здесь Фрэнсис примерно столько лет как на снимках 1917 года а не 20 у меня два предположения первое что вот этот снимок сделан в 1920 году и 13-летняя Фрэнсис нарядилась подобно тому как позировала на снимке 1917 или же этот снимок снят в 1917 а не в 1920 вопреки подписи в книге Дойла второе предположу что этот снимок сделан в 1917 году потому что на снимке 1920 года где Фрэнсис вместе с Элси Фрэнсис выглядит старше чем здесь конечно у меня есть качественный скан негатива в графическом редакторе гимп я сделал позитив и немножко улучшил четкость мы видим даже лицо Фрэнсис обращенное к объективу фотоаппарата позирует правда ее лицо и кудряшки подозрительно напоминают Элси Райт но обратимся к оставшимся двум снимкам я все время ловлю себя на мысли каково было Конан Дойлу вынуть их из конверта и рассматривать как величайшее чудо вот этот снимок с Элси и Фэйри будто бы сделан Фрэнсис Фэйри предлагает Элси цветок ткань накидки выглядит полупрозрачной, воздушной под ней видно другую одежду однако природный фон не просвечивает вероятно ткань является частью нарисованной и вырезанной фигуры подобные полупрозрачности мы видим на этом рисунке Элси ниже колен нарисованной девушки наконец последний снимок его толкованию в книге Дойла уделено много времени кокон, магнитная ванна, сотканная Фэйри Фэйри принимают воздушную ванну я не берусь трактовать этот цветочный травяной снимок подробно мы видим среди травы по меньшей мере три фигуры средняя из которых, чья одежда толковалась Гарднером как кокон выглядит очень странно между крыльями первой и второй Фэйри эдакой аркой расположены ромбовидные объекты текстуры похожие на те же крылья справа в кадре возможно лицо еще одной Фэйри эти снимки были опубликованы во второй мартовской за 1921 год статье Дойла в журнале Стрэнд снова на обложке а затем Дойл конечно же поместил их в свою книгу в августе 1921 на две недели девушки снова соберутся вместе в Котингли чтобы запечатлеть еще больше Фэйри Элси и Фрэнсис будет предоставлена самая лучшая аппаратура фотоаппараты, включая стереоскопический а также кинокамера две недели будет идти дождь и не удастся сделать ни одного нового снимка Фэйри то ли погода была виновата рассуждает Дойл в своей книге то ли девушки повзрослели и потеряли дар материализации Фэйри когда тех можно было запечатлеть на стеклянных пластинах но дескать сами они продолжали видеть Фэйри и тому есть подтверждение ибо Эдвард Гарднер направил туда своего товарища ясновидящего мистера Ходсона а с тем отправилась его супруга вот Ходсона сфотографировала Элси Дойл не раскрывает его имени называет мистер сержант ибо тот воевал в танковых войсках в первую мировую и вот супруги Ходсон лазали с девушками по ручью и Ходсон якобы видел то же, что они и даже более ибо его способности к ясновидению были сильнее как поясняет Дойл Конан Дойл пишет, что Ходсон заметив Фэйри или какое другое волшебное существо указывал на него девушкам и просил описать словами что они там видят и те по своим способностям давали верное описание Дойл приводит большую выдержку из записок Ходсона своеобразного полевого дневника Вот как начинаются эти записки Гномы и Фэйри В поле мы видели фигуры размером примерно как гномы Они корчили рожи и всячески перекривливали нас Одно из существ с восторгом стучало коленками друг от друга Такие существа появлялись перед Элси единожды поочередно проявляясь и исчезая Я, однако, увидел их целой группой Причем одна из фигур была более заметной, чем остальные Элси также увидела гнома вроде того, что на фотографии однако не такого яркого и разноцветного И так много страниц наблюдений про гномов, фэйри, брауни, гоблинов, лесных эльфов и водную нимфу кто что делает, как танцует и тому подобное Насколько все это соответствует наблюдаемому всеми участницами и участникам тех вылазок на ручей я не берусь судить У меня нет сведений равно как нет доверия к словам Элси Райт Фрэнсис Гриффит и мистера Ходсона Меня там не было Я там ничего не видел Хотя у меня, вероятно, и не было бы способности там что-то увидеть В том же августе с девушками и Ходсонами по ручью иногда лазала Марджори маленькая кузина Элси и Фрэнсис Она тоже вроде бы наблюдала фэйри но сведений об этом очень мало Известно лишь, что Элси сфотографировала ее После выдержек из дневника Ходсона остальные страницы книги Конан Дойла «Пришествие Фэйри» посвящены обзору избранной литературы про фэйри, в частности старинной книге преподобного Керка Приводятся разные случаи встреч с Фэйри Дойл, кажется, выбирает те истории, где упоминаются маленькие, почти как на пресловутых фотографиях, существа Хотя фольклорные источники дали бы больший разнобой В самый конец Дойл поместил материал, подготовленный Эдвардом Гарднером «Теософский взгляд на Фэйри» Не знаю, разделяют этот взгляд все теософы или это мнение одного лишь Гарднера Он, не делая никаких попыток осмыслить явления в свете фольклорной традиции Отводит Фэйри роль эдакого неразвитого умственно почти обезличенного обслуживающего персонала растительного мира Я не буду пересказывать рассуждения Гарднера, ибо считаю их необоснованными В 1945 году у Гарднера появилась возможность поведать миру больше 53-страничной иллюстрированной книгой Фэйри, книга про настоящих Фэйри Позже неоднократно переиздававшаяся под разными названиями К сожалению, я не смог ее достать и знаком лишь с оглавлением Поэтому я не знаю, упоминал ли Гарднер в своей книге то, что известно со слов сына фотоэксперта Харалда Снеллинга А именно, что Гарднер просил Снеллинга улучшить негативы, и тот усердно выполнил задание Исследователи полагают, в частности, что именно мистер Снеллинг нарисовал узоры на крыльях Фэйри Ибо те же исследователи уже в конце 20 века пробовали снимать на Мидж подобную сцену И узоры при таком близком расстоянии никак не получались четкими Вы видите негатив самого первого снимка На нем определены также следы затемнения и осветления некоторых областей кадра Так что же, все эти фотографии эдакая двухуровневая подделка Уровень первой кузины, возможно, при содействии старших Райт И второй уровень фотоэксперт мистер Снеллинг Человек с большими глазами и растрепанной прической О коем более ничего толком и неизвестно В истории он зацепился лишь благодаря Фэйри и Скоттингли Конечно, подделка Но, возможно, не все И я же говорил, что непросто Если бы было просто, я не взялся бы за это дело Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...